привет друзья сегодня буду пересаживать свой лимончик мы уже давным-давно съели все лимончики не были очень вкусные и разные и лимон сам само растение уже давным-давно требует пересадку и что-то он начал сыпать листики поэтому я хочу полностью избавить его от старого субстрата посмотреть корни и приготовить другой субстрат и конечно же его пересадить в чуть-чуть больше горшочек полностью освободить от старого субстрата чтобы сделать новый чтобы меня не был этот комок коковолокна если мы оставим комок коковолокна и засыпем другим субстратом получается у нас это будет дольше сохранять влагу а остальной субстрат будет просыхать поэтому растение мы таким способом обрекаем на гибель нужно чтобы он был полностью в однородном субстрате пусть он немножко переживет стресс адаптируется ну ничего никуда от этого не денешься ой я тут вижу червя как это вам показать самый натуральный червяк может быть и червяк мешает жизни нашим растению посмотрим что тут дальше очень аккуратно освобождаю корешки я вчера растение поливала поэтому коковолокно такое влажное но чем она мне не нравится она очень быстро пересыхает и становится так не знаете как берется как горкой и для лимонов рекомендуется совершенно другой субстрат сейчас я вам про него расскажу более подробно какие интересные тут корни ого тут целый бонсай интересно к чему привели вот сам этот вот привой потому что этот подвод мне очень-очень интересен как он выглядит слава богу корешки не гнилые с поливом было все окей ну что-то ему не нравится сыпеть листики потому что может быть мешает ему этот червяк но еще есть один такой нюанс что цитрусовые любят подкисленный немножко грунт поэтому когда мы будем создавать субстрат для нашего лимончика мы добавим немножко торпа можно добавить либо мы добавим грунт для азалий или же грунт для хвойников то есть мы будем брать садовую землю одна половина одна часть вторая часть у нас будет грунт для хвойников либо для азалий если у вас есть чисто то можно использовать его так я практически уже вычистил корни посмотрите как красиво корень очень-очень пористый я не знаю что это за подвой короче пока три штуки и они жили возле самого-самого там под самым корнем вот как я начинала уже вымывать водичкой вот там под самым основанием так и к ними и добралась плюс 4 страти сейчас еще буду мыть и может быть еще чем быть на мою конечно растение себя плохо и начала чувствовать они там устроили себе гнездо такие красивые корни такой как напоминает старый-старый бонсай какое-то дерево прикольно помыла я и просмотрела все корешки полностью все чистенькое хорошенькое живое всю жирность я по вытаскивала жили они себе сделали гнездо под самым вот этому вот пушистым там под основанием теперь там никого нет я уверена что моему растению ничего мешать не будет потому что он сыпет сыпет листики осыпается что-то ему не нравится они там устроили себе жилище сейчас пока корешки у меня немножко обсохнут я приготовлю субстраты и буду садить растение значит смотрите я уже подготовила основу для нашего субстрата чего будет состоять наш субстрат это субстрат для цветущих на основе кокосового волокна тут есть все необходимое даже перлит и очень много кокосового волокна то что любит наш лимончик в чем он рос то есть он будет получать все таки свое кокосовое волокно дальше у нас идет грунт для хвойных тот самый кислый грунт про который я вам говорила на основе торфа плюс немножко я добавила мелкой сосновой коры следующее идет у нас гранулированное удобрение и садовая земля которую я уже обработала которая уже просохла вот на дно у меня пойдет угольки потому что у меня закончился керамзит и на дно я уложу уголь это все я смешаю и таким способом у нас будет посажен наш лимончик значит земля садовая у меня очень очень песочная поэтому она не даст застаиваться не даст застаиваться влаги будет рассыпчатой не такой знаете масло масляное как было вот это потому что кокосовое волокно но берется коркой когда подсыхает земля садовая на основе она такая можно добавить песка кстати никому нет такой земли знаете можно добавить песка тоже будет очень хорошо вот такой субстрат так буду я выраживать угольки а Не забываем уровень, на котором рос у нас наш лимончик. То есть не надо засыпать корневую шейку. Мы его должны засыпать вот так вот. Ну вот и все, пересадка закончена. Наша корневая шейка на уровне. Уже его не буду донимать семейство ползучих. Так что да. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok